Христос воскрес! Сегодня очень важное видео, потому что любые люди, даже неверующие, знают прекрасно, что христиане 47 дней держат пост, вот есть великий пост, даже в магазин приходишь, там пост на колбаса продается, написано специально для поста, даже бизнес в этом во всем участвует, потому что людям это нужно. И вот в России, спроси любого, да, весной христиане постятся. И мы с вами это тоже прекрасно знаем. Дальше у нас праздник Пасхи, тоже в принципе большинство людей знают, что мы ночью ходим в церковь, светлые седмицы, это уже знают реже, меньше людей. А что дальше? Даже для таких христиан, которые давно входят в церковь, кажется, что ну в принципе-то все. Какой-то особый период церковного времени в году закончен, дальше все как обычно. Но то тут, то там, такой малограмотный христианин сталкивается с очень интересными вещами. Он вдруг узнает, что на самом деле Пасха, оказывается, празднуется 40 дней. И что после 40 дней Вознесения Господня, тоже вроде как-то все не заканчивается. Что есть некий период, вплоть до Дня Святой Троицы, либо иначе до Пятидесятницы, который в церкови тоже выделяется. И вот вчера на эфире, я подробно об этом говорил, обязательно посмотрите, кто не смотрел начало эфира прямого, про то, что как церковь нас призывает 40 дней поститься, быть в покаянии, отчасти в самоуглублении, во многом в смотрении на Господа Бога, в сострадании Ему. Так, после Пасхи 50-дневный период, 7 раз по 7, плюс еще один день, называемый Пятидесятницей, это очень древний церковный период особого времени. И если мы, с одной стороны, много дней постимся, а потом у нас Пасха, то после Пасхи есть еще один период, который почему-то многих, они просто про него не знают, но который тоже нужно соблюдать, который нам церковь говорит, вот сейчас вы тоже должны чем-то особым заниматься. Это не просто обычное время года, это время, когда вы должны духовно трудиться. Но спроси любого человека, и вам 99% скажут, что, я не знаю, интересная мысль, но а как духовно трудиться, что там надо делать, и что вообще к чему? После этой радости на смену Пасхальной ночи наступит утро, начнется новый день. Время начнется опять, но теперь оно уже исполнено изнутри этой радостью. Луч заката на мрачной заводской стене, улыбка на незнакомом лице, вечерняя усталость, все теперь даже в самом малом и незаметном к этой радости отнесено. Все становится причащением ей, ее присутствием, ее реальностью. И вот в продолжении 50 дней после Пасхи нам заповедано праздновать эту радость и не только индивидуально, лично, а литургически и церковно. В период Пятидесятницы, до праздника Троицы, это время церковного года, самых первых веков христианства, заточенное по то, чтобы мы учились радоваться и радовались в это время. Радовались воскресшему Спасителю, радовались тому, что Царство Божие пришло в этот мир. Радовались тому, что радовались, в прямом смысле, ощущали состояние того, что мы приблизились к Царству Небесному. Именно поэтому в древности, в этот период нельзя было поститься. Вот мы сейчас в среду будем поститься снова, все возвращается, но другие своя. Отец Андрей Ткачев говорит, что мы должны успеть соскучиться по посту и в среду прямо бодрячковым наконец начать это делать. Но большинство из нас думает, ну, а что, может быть, когда-нибудь потом. Вот жили бы мы раньше, в первые века христианства, то вместе с возможностью быть казненными в любой момент за свою веру, мы бы получили возможность не поститься в эти 50 дней. Такая была тогда и дисциплина. Она отражает смысл этого периода. Также в эти 50 дней, даже сейчас, до сих пор, мы знаем, есть традиция не молиться колено преклоненно. Там есть разный спор, разное мнение, что можно ли вообще совершать земные поклоны в этот период или нет. Я считаю, что можно, многие говорят, что нет, нельзя. Но суть в том, что в одном мы точно сходимся, что молиться, стоя на коленях, в этот день, вернее, в этот длинный день, в эту 50-ницу, в эти 50 дней, не благословляется, как минимум в храмах. Так что в храмах вы не увидите колено преклоненных молитв. И если бы читался великий покаянный канон какой-нибудь, там, да, или, там, не знаю, помните, вот, бывает, поется акафист в храме, последние там строчки, все встают на коленях. Или, там, говорим, колено преклоненно, там, святителю Николаю помолимся, все встают на коленях с батюшкой. Запрещено, до 50-ницы это будет делать, мы этого делать не будем. То есть не стоим на коленях, никаких внешних таких выражений покаяния, грубо говоря, да, даже не постелись раньше. Вот это период 50-ницы. Почему? Потому что, повторюсь, в этот период мы с вами переживаем Царствие Божие, пришедшее к нам со Христом в этот мир. Ощущение того, радость от того, что мы, вот, мы спасены. Мы спасены. Все хорошо. И это... Друзья, когда давным-давно я издал книжку «Пасхальный подарок», это сборник моих текстов, и она называется «Книга для унывающих». Как раз-таки это на тему сегодняшнего разговора, который пойдет про Царство Небесное, про то, что мы должны переформатировать свой ум, чтобы перестать унывать. И эта книга была распродана, сейчас у нас немножко ее можно напечатать по требованию, задорого, в интернете, в бумажном виде, короче, трудно ее уже отыскать. Но зато мы выпустили аудиокнигу «Пасхальный подарок» в виде дисков. Вот такой красивой обложки у нас прекрасный художник нарисовал такую вот руку. И также можно на Витресе эту книгу скачать для удобства, тоже в аудиоформате и в текстовом формате, по-моему, тоже. Ссылку на эти варианты я оставлю в комментариях. Не забывайте, что у нас есть сайт правсклад.ру, где мы всех вас ждем. До встречи. Христиане худо-бедно, но они привыкли быть кающимися, бить себя в грудь, себя в чем-то обвинять, копаться в своих грехах. Мы как-то это привыкли, а многие даже полюбили. Но мы должны научиться и другому. И вот если, например, священник скажет, что в Пасху давайте, не знаю, пошлите исповедоваться все, то это будет странно, потому что тот же священник на Пасху читает слово огласительное Иоанна Затауста, которое определяет в целом всю Пятидесятницу, где Иоанн Затауст говорит, «Никто пусть не плачет о грехах, воссияло бы нам прощение от Христа. Никто пусть не боится смерти, победило бы смерть, спасло смерть». Такой мы вольный пересказ не помним в точности. Но суть такова, что пусть никто не плачет о грехах, давайте все радоваться, давайте ликовать. Телец заколот, Христос принес себя в жертву за нас и предлагает себя нам, и предлагает быть вместе с Ним. И давайте радоваться все, давайте радоваться. А мы радоваться не умеем. Вот в сегодняшнем видео я хотел бы посвятить какой-то отправной точке в ваших размышлениях о том, а как же мы должны радоваться, и как это надо не просто радоваться, или мы умеем радоваться, или мы не умеем радоваться. Вот эти моменты давайте проясним. Я сам хочу сказать, что я эту тему не систематизировал. Более того, какого-то адекватного, полного опыта у меня тоже нет. То есть как бы я ни чужой опыт не систематизировал, ни своего не имею до конца, но какие-то, повторюсь, базу какую-то, некие основы, что-то, что натолкнет вас на дальнейшие размышления, я сегодня хотел бы вам дать, предоставить, и потом вы уже подумайте. В первую очередь хочу сказать вот что. Что иногда мы сталкиваемся с некой такой душной верой. Душной. Иногда она в нас самих живет. И это даже не христианство, это какой-то попытка, это может быть какой-то прям, ну бывает садик, да, бывает подготовительная группа в детский садик. И вот это подготовительная группа в детский садик. В чем выражается душное христианство? Что человек максимально погружен в себя, он отслеживает мельчайшие проявления греховной природы в себе, и не просто их отслеживает и сразу в них кается, а он зацикливается на них. Он думает, о, я опять согрешил, наверное, это потому, 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 выстраивает цепочку. Он хорошо знает аскетику, и он прямо чувствует там, вот это из-за этого, а это из-за этого, а это туда-сюда. Он ходит с листочком, куда записывает все свои мелкие прегрешения. Он часто любит исповедоваться и эти прегрешения говорить, чтобы облегчить свою душу, чтобы их не было у него за спиной, в списке не было записано этих грехов. Такой человек много внимания уделяет правилам, можно назвать даже его фарисействующим. То есть он часто отслеживает комара, он читает этикетки продуктов очень внимательно, чтобы там не было сухого молока. Он старается соблюдать все, что только можно, все, что церковь накопила за долгие годы, и очень часто не вникает в смысл. Вот нельзя вставать на колени. Если ты встанешь в церковь на колени в дни Пятидесятницы, ты можешь от такого человека пинок под зад получить, потому что, ну, он думает, этот человек идет в ад, он встал на колени в Пятидесятницу, надо его поднять. И происходит перекос. Такие люди могут выгонять других людей из храма, потому что у них губы накрашены. Такие люди могут не разрешить себе причащаться, потому что там они зубы чистили, случайно взглотнули воды. И, в общем-то, внешние правила, на которые они уповают, очень сильно заслоняют смысл для них. Такие люди, вот самое страшное, они мало радуются. Я даже знаю таких людей, которые запрещают себе причащаться, потому что, говорят они, мы не достойны причащаться. Мы не достойны этого, мы слишком грешны. И я вижу иногда то, что это не просто философия жизни, это еще и отсутствие переживания Евхаристии как радости, как встречи с Богом. Такие люди, в прямом смысле, воспринимают христианство как что-то не то. Нету свободы, нету легкости, нету простоты, нету той детскости, которой нас призывает Христос. И в той или иной степени я, вы и кто-то еще, все мы этой болезнью заражены. Но вот вещь в том, что мы должны эту болезнь в себе перерасти, эту подгодовительную группу, это законничество, перешагнуть через него и вырастить чуть-чуть дальше. Вступить на самую нижнюю палубу корабля под названием христианство. И начать уже обращать внимание на что-то другое. Вот на что. И как можно радоваться. Подхожу к этой теме. Смотрите, я думаю, что мои мысли такие делюсь с вами. То, что радость в христианстве возможна и адекватна, и уместна тогда, когда мы относимся к нашей с вами вере очень серьезно. И когда мы ее воспринимаем как состояние, как ощущение, как переживание как раз-таки Царства Небесного. Именно поэтому период Пятидесятницы так важен. Поэтому так важно учиться и тоже в этот период работать над собой, что-то об этом думать, читать, слушать. Переживание Царства Божия. Что такое Царство Божие? Царство Божие – это состояние человека, который находится рядом со Христом. Вот у вас бывало такое, что вы кого-то очень сильно любите. И желательно, чтобы сейчас вы не вспоминали примеры какой-то страстной влюбленности, а просто вы ощущаете, что вам хорошо с этим человеком, он для вас близок, дорог. И вот вы рядом с ним. Как вы себя будете чувствовать рядом с ним? Вам будет хорошо. Можно такое же сказать красивое слово. Вы будете греться в лучах его любви и сами ему эту любовь дарить. Вы будете его мысленно благодарить за то, что он такой хороший, что он вас так сильно любит. Вам будет хорошо рядом с ним. Вам будет хотеться много времени проводить рядом с ним. У учеников Христа, когда Христос уже умер и воскрес, были такие случаи тоже. Раз они шли в Юмауст и встретили какого-то человека, который начал, завел с ним беседу. Вот они о Христе разговаривались. Они не знали, что он воскрес, как-то не верили в это особо. Вроде говорили им там их подруги, но не знаю, правда ли, нет ли. А этот их случайный спутник начал им говорить, что так оно и есть. Привел там примеры для этого, что вот так и так. И что-то им так хорошо рядом с ними стало. Что они говорят, слушай, а ты куда идешь? Айдай с нами покушаем, вот сейчас вечером поужинаем вместе. Он говорит, хорошо, ладно. Они заходят вместе с ним ужинать. Они преломляют хлеб, это прообраз с Евхаристией. И ученики узнают, что это был Христос. И говорят, не горело ли сердце наше рядом с ним? Или на горе Фавор Петр и Иоанн Павда, они говорят, хорошо нам здесь, Господь. Ну вот, нам хорошо рядом с любимыми. И христианство, и церковь, по сути, это возможность пребывания рядом с любимым Богом. С одной стороны, попыткой все-таки его все больше и больше полюбить, а во-вторых, откликнуться на его любовь и пребывать рядом с ним, и ощущать эту радость и благодарение ему. Так что, вот это, мне кажется, ключевая мысль. Мы должны мерить свое христианство вот этим. Мы ощущаем это, мы стремимся к этому. У нас есть желание быть с Богом. И мы ощущаем то, что нам хорошо рядом с ним. Хорошо после молитвы, хорошо, когда мы отказались от греха, или мы согрешили, но слезно покаялись, или мы сходили в церковь, или мы причастились, или мы что-то еще бы исповедовались, да искренне. Ощущение того, что Бог рядом, Он снова с тобой, вы вместе, вы близко. Если оно у нас, и если оно у нас есть, то это замечательно. А если его у нас нет, если мы меряем наше христианство чем-то другим, исполнением правил, внимательной борьбой со своими страстями внутри себя, когда мы смотрим не на Бога, а на себя внутрь постоянно, желание других исправить появляется, какие-то ужасные перекосы. Мы Евхаристию не любим. И вот то душное христианство, в кавычках, о котором я говорил, оно вот во всей красе. За правилами-то мы самого главного и не видим, и не ощущаем. И в этой жизни очень мало радости. Потому что невозможно быть счастливым от того, что ты исполнил правила. Это удовлетворяет наши какие-то, опять же, греховные внутренние потребности. Чтобы все было там у нас. Ну вот, чтобы мы все АБВГД сделали, чтобы у нас нервы были в порядке. Вот это, вот это, вот это. Все хорошо, вроде все исполнили. Но радости здесь мало. Ну, вроде круто, вроде хорошо. А если мы что-то, как обычно, до конца все исполнить невозможно. И какая-нибудь есть закорючка, соринка в нашем глазу, которая мешает нам проморгаться. И уж так мы переживаем из-за этой соринки, потому что мы слишком ищем вот этой чистоты в неправильном понимании. Поэтому вернемся обратно. Мы должны находить в себе вот это ощущение радости пребывания с Богом. Этот опыт испытывать. А дальше борьба наступает. Но только дальше. Вот у некоторых людей есть борьба со страстями без переживания опыта царства. А в целом у христиан, которые хотя бы на первую ступеньку вошли в церковь, мы должны рассказывать о том, что, смотрите, сначала опыт переживания царства, а потом, потом уже борьба, которая тоже наступит. Господь говорит, что царство небесное нудится, восхищающие усилия его приобретает. Мы понимаем, что если мы не будем себя сдерживать и свои мысли контролировать, то мы не будем рядом с Богом. Если мы будем грешить, мы же от Бога отходим, и этого ощущения уже нет. Если мы не будем понуждать себя, грубо даже сказать, готовиться к Евхаристии, то мы не будем ощущать радости встречи с Богом. То есть мы знаем, что там в церкви все христиане сейчас с ним встречаются. А мне было лень подготовиться, а мне было лень красиво одеться, грубо говоря, лень встать утром. Я туда не пошел. Если мы не ощущаем, если у нас не было опыта присутствия Бога, то мы не знаем, ну ладно, и не пойду. И не пойду. Будем себя корить, что вот я не пошел, положено в воскресенье-то ходить, какой я плохой. Какой-то бред, и реально ты становишься душнилый. А если мы знаем, что какой радости мы себя лишили, то скорее всего мы оденемся да побежим. У нас будет борьба. Нам и рано вставать придется, нам придется и за бомжами там, знаете, там хлебом покупать, потому что мимо Христа нам не хочется проходить. Нам придется и дома свой язык сдерживать, и туда, и сюда, и третья, и десятая. И вообще жизнь свою строить по Евангелию придется ради того, чтобы... То, что просто мы хотим быть со Христом, и хотим радоваться пребыванию вот рядом с Ним. Еще один вопрос затрону. В этой жизни невозможно обойтись без страданий. Может быть мы отдельно про них поговорим, но так или иначе, христианин ты или не христианин, верующий или неверующий, ты по-любому будешь в этой жизни страдать. Таков закон жизни. И сам Христос, Бог, ставший человеком, по-человечески же пострадал и всю жизнь страдал. И умер самая мучительная смерть, придуманная людьми. Поэтому от страданий нам никуда не деться. Ни христианам, ни нехристианам. Какую-то часть страданий мы можем у Бога попросить Его, чтобы их не было. Он их уберет. Но какая-то часть страданий останется. И порой даже их бы и не было, если бы мы не были бы христианами. Потому что Господь говорит, меня гнали, буду донать и вас, своим ученикам. Поэтому мы еще себе часть страданий добавляем. Что-то уходит, что-то добавляем. Но в чем ответ христианства на это? Не то, что Христос избавляет от страданий. А то, что и в момент страданий, который у любого человека есть, Он нас держит за руку. Когда нам очень тяжело, если мы со Христом, то мы чувствуем, что Он рядом. Когда случается горе, поддержка друзей является нам в правду поддержкой. Хотя иногда никого не охота видеть, но все-таки мы знаем, что они есть. Кто-то деньги скинул, кто-то написал, кто-то готов прийти. Мы можем позвонить, увидеться, поплакаться. И туда, и сюда. И третье, и десятое. Они есть. Близкий, любящий нас человек готов нам помочь. И это мы ощущаем в огромной степени. Что Бог, Он тоже рядом с нами. Что Бог минуты страданий тоже рядом с нами. И это тоже дает нам возможность переживать страдания иначе. Я скажу еще одну важную вещь, чем мы должны учиться в Пятидесятницу. Тому, что самая главная цель, что ли, смысл нашей жизни – это быть со Христом. Наша жизнь скрыта со Христом где-то там в Боге таинственным. И христианин старается в своей жизни дойти до такой степени, чтобы наша земная жизнь уже не казалась ему чем-то основным, главным, первостепенным. Вот Пятидесятница – это прорыв, как и каждая литургия, как Пасха, прорыв в Царстве Божие. Мы должны этому научиться. То есть жить немножко не этой жизнью, а жизнью будущего века. То, что еще до конца нам не дано, но уже дано. То, что мы уже ощущаем радость в пребывании с Богом, но еще до конца не ощущаем. Да, в этом мире еще властвует смерть. Да, в этом мире еще есть болезни. Да, в этом мире еще есть неудачи, бедность, какое-то другое горе, проблемы взаимоотношения. Но здесь же мы уже причащаемся к тому будущему веку, где всего этого горя не будет. Поэтому мы относиться в идеале должны к этому соответствующе. Как апостол Павел, он вел тяжелую жизнь. Ему было очень плохо, тяжело и трудно, но Господь был с ним рядом. И он говорил, что, честно, я хотел бы вообще давным-давно уже умереть и соединиться с Богом. Ты умираешь, есть период успения, когда мы спим, еще не воскресли, а потом же воскресаем, все. В принципе, вот оно, большое счастье и радость. Поэтому странно те христиане, которые, когда сходят благодатный огонь, а есть поверье, что если огонь не сойдет, то жизнь закончится, апокалипсис, они прямо так радуются, о, огонь сошел, еще один год будем жить. Всегда это может нас удивлять, потому что чему ты радуешься? Радуешься тому, что Царство Небесное в полноте еще когда-то еще там только будет, а не в этом году? Царство Небесное – это освобождение, Царство Небесное – это счастье, Царство Небесное – это то, что мы должны полюбить. И вот эти 50 дней – это попытка полюбить Царство Небесное. Полюбить, и тогда наше с вами страдание, наша с вами земная жизнь, она уже будет совершенно по-другому окрашена. Вот сегодня у нас были в храме евангельские чтения, и мой товарищ Дима сказал, что мы к болезням относимся совсем не так, как к святые. Если мы к ним относимся как к скорби, к тяжести, уберем от нас от этого, пожалуйста, Господи, это такая естественная, природная, наше с вами отношение к болезням, то святые относились иначе и даже говорили, что вот меня Бог посещает, потому что я заболел. Они видели в этом возможность приблизиться к Богу, в болезни отрешиться от земного, перестать так сильно любить свое тело, квартиру, какие-то там еще туда-сюда, поехать надо куда-то, вот эти дела закончить, вот это земное копание в земле. А ты заболел? Все, как там тоже сегодня одна нам прихожанка сказала, все, у тебя вот тут Евангелие лежит, тут вся свечка горит, тут тебя там какие-то несвятые-святые, спас включен, молитва слов, ты вот этим занимаешься. И святые это понимали, и кто-то даже прям радовался болезням. То есть даже страдания могут быть превращаемы в победное шествие ко Христу. Я много мыслей сегодня накидал. Если все это подытожить, смотрите, 50 дней вплоть до Троицы, это время, когда мы призваны жить в особом режиме, когда мы призваны радоваться и ликовать Царству Божьему, пришедшему сюда к нам на землю через Христа, к тому, что Христос от нас не уходил, а сказал, что я всегда буду вовек с вами, до скончания века, причащаться, искренне веруя и ощущая, что мы с Богом соединяемся, стараться смотреть не внутрь себя, а на Бога. А если что-то нас от Бога отделяет прямо, ну, убирать это из жизни, а к Богу на Него снова смотреть. Читать какую-нибудь литературу, связанную с Воскресением Христовым, с Пятидесятницей, с Радостью, с Жизнью в Духе Святом, святых слушать, читать, изучать, причем стараться находить что-то более, правда, вот ликующее. Не вот эту покаянную аскетику, время которой, честно скажу, уже, в принципе, прошло. Сейчас мы к другому призваны. Никто пусть не плачет о грехах даже, говорит Иоанн Златоуст, вот так вот риторически. Понятно, если мы согрешим, мы поплачем, но мы сразу же к Богу, дай Бог, вернемся и ощутим, что мы снова с Ним. Вот, немножко другой настрой, вот эта Пятидесятница, давайте мы будем этим заниматься. У кого какие мысли возникли, пишите обязательно в комментариях, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте молиться о тех, кому трудно, о тех серьезных событиях, которые происходят в нашей с вами стране, и за которых мы тоже принимаем участие, как минимум молитвенно. Поэтому в нашем ликовании о Царстве Небесном давайте не будем забывать о нуждах тех людей, которым сейчас страшно, грустно, тяжело, больно. Будем делиться деньгами, будем делиться душевным типом, молиться за них. Но помнить, что все это пройдет. Небо свернется, как свиток, и земля сгорит. Будет новое небо и новая земля, и там мы будем вместе с Богом. И эти 50 дней – это время научения вот этой будущей жизни в Царстве Небесном. На связи с Богом. До свидания.